Специальное предложение только сегодняшнего дня! Давайте сейчас покажем то, что сегодня наши телезрители получают за 4199 рублей. Напомню, что это целый комплект, набор для приготовления великолепный, с говорящим названием. В комплекте вы получаете абсолютно все, что вы видите сейчас на экране. Все кастрюли разных объемов, сковорода, сотейник, но это еще не все. Если вы позвоните прямо сейчас, вы абсолютно бесплатно получите целый набор для специй. Олег, я посчитала, за 4199 рублей наши телезрители получают, внимание, 20 предметов. Скидка максимальная, 2000 рублей экономии. Звоните. Итак, внимание, Олечка, еще раз напоминаю, обычно проблема, как приготовить сочную телятину. Это, например, у меня телячья нога, но она у меня готовится в соусе специально и создается эффект термоаккумуляции. Как создать термоаккумуляцию? Только путем пятислойным термоаккумулирующим капсульным дном. То есть весь сок остается именно здесь. Посмотрите, причем самое интересное, друзья мои, и цвет овощей абсолютно не потерялся. Слушай, а вот я буквально вчера на мамин день рождения готовила баранью ногу. Я нашпиговала чесночком, морковкой, готовила в духовке. Вот почему-то она суховата все-таки получилась. Я тебе расскажу. Дело все в том, что духовка сушит, как правило. Наше же термоаккумулирующее капсульное дно, которое в каждом предмете позволяет готовить идеальные вот такие большие куски. Идеально приготовить абсолютно разные блюда. При этом мы соблюдаем правильно процесс приготовления. И самое интересное, что у нас получается всегда, Олечка, гарантированный результат. А вы хотите, чтобы у вас всегда получался гарантированный результат? Чтобы такое вкуснейшее мясо у вас всегда удавалось? Чтобы вы не выбрасывали в пустоту деньги? Да. И если да, звоните к нам прямо сейчас. Ведь все хотят научиться готовить, как Олег Сотников, профессионально. Олег, вот у меня к тебе вопрос, как профессионал. Вот смотри, вот такое сучное мясо. Вот ты бы взялся готовить на некачественной посуде? Нет, ни в коем случае. Я всегда учу своих телезрителей. Дело все в том, что когда вы готовите даже с хорошим настроением, но не получаете, допустим, правильного результата, вся проблема именно в посуде. Друзья мои, наша посуда обладает пятислойным термоаккумулирующим капсульным том. Это в каждом предмете. Вы хотите узнать, что такое пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно? Давайте посмотрим, как оно устроено и с чем его главное преимущество. Тебе тоже будет интересно. Пятислойное термоаккумулирующее капсульное дно равномерно распределяет. Во-первых, оно сделано из высококачественной нержавеющей стали и идет прослойка. Нержавейка, алюминий, опять нержавейка, алюминий и, конечно же, сверху нержавейка. Вот именно так оно устроено. Толщина этого дна практически больше сантиметра. Взгляните, вот как оно устроено. То есть вы создаете эффект томления. Ведь это бренд Велберг. Бренд Велберг, 4199 рублей. Это не одна кастрюля, а это целый набор. Мне нравится, Олег, что у нас здесь крышки золотые. Для меня, как для хозяйки, вот каждые мелочи, они все равно важны. И еще не забудьте про подарок. Вы его получаете абсолютно бесплатно, если успеете дозвониться во время прямого включения. Набор для перца, соли, для спирта. Да, совершенно верно. Слушай, вот я хотела тебя еще спросить. Скажи, вот для всех ли видов плит подходит наш набор? Потому что вчера я не могла к индукционной плите примагнить. Правильно задала Олечка вопрос. Наша посуда подходит для всех видов плит, включая индукцию. Кроме того, наша посуда, внимание, экономит до 30% энергии. И готовит правильно кашу. Помните, я вам говорил, что пятислойная термоаккумулирующая капсульная дно готовит правильно, хорошо вкусно кашу. Смотрите, гречечка рассыпчатая вместе с грибами. Помнишь, как у бабушки она получалась всегда в печке, например, или как-то вот мы готовили, например, не всегда получалась, например, на костре или там, допустим, в духовке. А здесь у тебя это получается идеально. Посмотрите, рассыпчатая. И, внимание, это получается за счет пятислойного термоаккумулирующего капсульного дна. Оль, у меня есть история жизни. Давай. Профессиональной. Ты знаешь, когда я работал в ресторане, это было очень давно. Это реально было в 90-х годах. И эта посуда шла из-за границы. Сейчас она тоже, и она, кстати, не была раньше очень такой доступной. Сейчас она очень доступна по специальной цене. Тем более, раньше стоила она очень дорого, а сейчас доступна. Олег, я бы сказала, у нас супер доступная цена. Обычно, знаешь, одна большая кастрюля, особенно, если ты говоришь, с пятикапсульным дном, подходящая для индукционной плиты, она будет стоить 2-3 тысячи рублей. А у нас для вас, смотрите, целый набор. Давайте посчитаем. 12 предметов, это все кастрюли, сотейник, все с крышками. Ну, здесь, смотрите, 6 предметов в этом виде салонок, плюс подставка. Это получается 20 предметов, если считать еще и подставку. Олег, у меня к тебе тоже вопрос. Ты знаешь, Майс Викровь, я тебе часто про нее рассказываю. Она считает, что в такой посуде, да, все можно готовить, кроме кислых чаев, кроме борщей. Это киснет быстро. Нет, мы сейчас обязательно к борщам-щам вернемся. Друзья мои, наша посуда никогда не окисляет продукт и не создает эффект вот этого кислого, потому что она сделана, внимание, из нержавеющей стали. Не верите, что можно готовить чаев? Пойдемте со мной. Смотрите, у меня здесь борщ приготовлен, кроме того, он у меня томленный, то есть он у меня включен, сейчас работает, при этом, друзья, мои ручки не нагреваются, и посмотрите, как мы приготовили. То есть идеальное приготовление щей, борщей, он у меня получается особым вкусом и особо наваристым. Почему он такой красный? Мне нравится, что он прям такой наварит, у меня такой борщ не получается, у меня какой-то блюклин. Первая причина, ты его либо переварила, бывает у тебя кипит, надо отключить и оставить на эффекте томления. Вот сейчас включена плита, но он у меня практически томится, то есть он у меня горячий и при этом не кипит. Второе, либо покупать правильную свеклу. Ты покупаешь, наверное, как какую-нибудь кормовую, которая потом теряет цвет. Это правильно молодая свекла, и при этом борщ и щи не окисляются. Это у тебя глаз алмаз, ты понимаешь, что покупаешь. Вообще, хочу тебе сказать, вот для этого борща, для такой большой порции, вот такую кастрюлю пришлось бы покупать отдельно за очень дорого. Такая кастрюля, ну, на мой взгляд, должна стоить 3000 рублей. Внимание на экран. Да, друзья мои, Оля правильно сказала. Если покупать этот набор посуды по отдельности, то один ковш получился бы больше 1000 рублей. А большая сковорода... Кстати, о сковороде-сотейнике мы сейчас поговорим. 4 тысячи сто. Знаешь, как дорого. Итак, внимание, ваша экономия сегодняшнего дня. 7 тысяч рублей. Это предложение только от телеканала Жобэнжоу. И не забудьте, первые дозвонившиеся получат еще и подарок. Набор для специй. Ура! Олечка, ты знаешь, что это такое? Это у меня макароны, которые правильно здесь томились. Потом я добавил сыр, овощи и фарш, который обжарил в сковороде-сотейнике. Здесь получалось очень идеально хорошо. Благодаря пятислойному термоаккумулирующему капсульному дну. Дело все в том, что нашу сковороду-сотейник можно держительно отправлять даже в духовой шкаф и выпекать на ней вкусные блюда. Вот так. Вы сэкономили 2000 рублей? Сегодня это спецпредложение дня. Да. Субтитры создавал DimaTorzok